Холодным еще пока осенним днем перед выходом на улицу отличным решением будет надеть шапку, шарф, куртку и коньки. Чтобы пройтись по улицам города, обычной обуви будет недостаточно. Утро доброе далеко не у всех. Погода преподнесла сюрприз в виде ледяного дождя. Для автолюбителей приятного тоже мало. Их машины оказались в ледяном заточении. Несладко и пешеходам от стеклянных дорог в первую очередь страдают пенсионеры. Я с трудом иду. Вот нигде не посыпают. Вот грамма нет. Вот на 12 сентября пройдите, там грамма нету. Понимаете? А я плоховато вижу, да? Я вот иду в час по чайной ложке. И скользко вам сегодня? Очень. Очень скользко, да. Двух раз, все не упали, два раза. Погода преподносит сюрпризы еще с прошлой недели. Как отметил глава города Дмитрий Вавилин, все коммунальные службы переведены на круглосуточный режим работы. За ночь использовали 452 тонны песко-соляной смеси и 15 тонн твердого реагента. Буквально на прошлой неделе, в четверг, за один день выпала декадная норма осадков. Коммунальные службы в этот период, начиная с прошлого четверга и заканчивая сегодняшним днем, работают в круглосуточном режиме. Задействованы 75 единиц техники. Вся дорожная техника, которая подготовлена к зиме, легкая техника, сегодня она вышла на содержание уличной дорожной сети, тротуаров. Мы не задействовали тяжелую технику. Работу этих самых коммунальных служб оценили горожане, которые уже несколько дней буквально катаются по улицам. Песок не особо помогает, да и есть он далеко не везде. Там, где он насыпан, это тонкая тропинка, пунктирная линия или просто куча где-то у дороги. Ну да, хотелось бы, чтобы особенные дорожки для пешеходов лучше чистились. Очень скользко. Скользко. Очень скользко. Мне это очень плохо. Скользко вам? Да, скользко. Не падали ничего? Пока не падали, но не дай бог. Вчера моя единая падала. Усугубляет ситуацию вовремя неочищенные тротуары от снега. На дорогах образовались ледяные глыбы, которые затрудняют передвижение. Прямо сейчас я иду по асфальту, но чтобы оказаться на другой стороне дороги, придется преодолеть ледяное препятствие. Ну, во-первых, только выпал первый снег. Снега было практически мало. Вот здесь вот перед магазином сразу насыпали соли. Простите меня, это же просто съедает обувь, подметки сожирает все. И потом пар вот этот, в смысле идет испарение, оно же вредно для организма. А нет, чтобы метлой два раза махнуть. И все было бы чисто и быстро. В местах, где песка и соли не пожалели, образовались жижа и грязь. Подобные ситуации может предотвратить своевременная уборка от снега пешеходной и проезжей части. По прогнозам гидромедцентра, такая погода продержится в ближайшие дни. Ледяной дождь будет переходить в мокрый снег. Возможно, налипание и сильная гололедица.